Приветствую вас на своем канале. Наконец-то обещанное видео маринованных грибочков. Вот так вот растут грибочки в лесу. Кому интересно, посмотрите. Это черноголовик, а это подберезовик. Вот самый крупный гриб, который мне удалось найти. Шляпка была червивая, правда, а ножку мы забрали. Вот, друзья, посмотрите, это итоги нашей тихой охоты. В этот раз мы насобирали побольше грибов. И, как я и обещала, будем мариновать грибочки на зиму. Кому это интересно, оставайтесь со мной. Приступаю к работе. Очищаю лишний мусор. Смотрю, чтобы не было червивых. Это у меня подосиновик. Их всего лишь два у нас. Я вам уже их показывала. Грибы я перебрала. Теперь их нужно хорошо помыть, почистить ножки. Шляпки не чистятся у лесных грибов. Их просто нужно хорошо промыть. Затем грибы нарезаем, заливаем холодной водой и ставим на плиту. Когда грибы начинают закипать, появляется пена. Ее обязательно нужно всю собирать на протяжении всей варки. Грибы у меня хорошо закипели. Я убавляю огонь до среднего. Первая варка 20 минут. Варим в простой воде. Ничего солить не надо. Затем сливаем воду, промываем грибочки и будем заливать уже готовый маринад. Я обычно делаю это на второй день. В первый день я просто их отвариваю 20 минут и убираю в холодильник. Но если у вас есть помощники, которые вас ждут дома и уже простерилизовали баночки, то лучше это сделать первый день. Отметка литр рожа в кастрюле показывает мне, что у меня почти 3 литра грибов. На 3 литра грибов нам понадобится литр рассола. Если у вас нет кастрюли с отметками литража, и вы вообще не знаете, как измерить литраж грибов, тогда просто заливаем грибы рассолом до такой степени, чтобы грибочки все были погружены в воду. При необходимости просто делайте двойную порцию рассола. Лучше, когда рассола больше, чем меньше. Так как рассол во время варки начнет густеть и увариваться, и если его будет мало, грибы попросту начнут прилипать к дну кастрюли. Заливаем грибы маринадом и ставим на плиту. Также в состав маринада входит черный перец горошком, перец душистый, лавровый лист и чеснок. Забрасываем все сразу в кастрюлю, кроме чеснока. Чеснок забросим примерно через полчаса. Грибы я варю ровно час. Почему я варю их час, я напишу вам в описании. Пока варятся грибочки, я стерилизую банки. Как я стерилизую баночки и крышки, я говорила в прошлых своих видео. Вот вверху подсказочка, также я оставлю ссылку в описании. Грибы заправили маринадом и накрываем крышкой. Ждем, когда все закипит. В процессе варки также будет появляться пена. Ее тоже нужно будет всю убирать. И как всегда, я хочу предложить вам подписаться на мой канал. Кто еще не подписан, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. После закипания грибы варим на огне ниже среднего. Периодически не забывайте помешивать. Час у меня прошел. Убираем лавровый лист. И можно наполнять баночки горячими грибочками. Если мое видео было для вас полезным, не забудьте поставить лайк. Для меня это очень важно. Попробуйте все сделать так, как делаю я. И зимой, когда откроете баночку, напишите мне комментарий. Мне очень интересно ваше мнение. Накрываем горячей крышкой и закатываем баночку. Затем сразу же переворачиваем баночку вверх дном. И оставляем в таком положении до полного остывания. И еще, друзья, когда муж собирал клюкву, он также принес домой немного лисичек. Я их уже помыла и также варю их в течение часа. Так как в лесу тоже встречаются лжи-лисички. Очень вкусно сочетаются лисички с жареной картошкой. Вот и все, друзья. Не ленитесь ходить в лес. Лесные грибочки это очень-очень вкусно.